Здравствуйте! Меня зовут Ростислав Чебыкин. Я работаю редактором интернет-центре зарубежной недвижимости Транио.ру. Честно говоря, мне немножко стремно выступают на этой конференции, где доклады читают такие маститые гранды, как Брюс Лоусон, Папатрик Лаукем, Могилевский, там, не знаю, ожидается Ашманов, Сигалович, Дмитрий Сатин из Usability Lab как живой ходят. Как-то сложно себя чувствую по сравнению с такими монстрами, но тем не менее попытаюсь. Доклад мой называется «Здравствуй, красота!», он посвящен эффектам OpenType, слово такое OpenType в современной веб-типографике. Ну, что такое эффекты OpenType? Можно много говорить, всякую теорию про эти самые шрифты. Я говорить не буду, есть спецификации, можно почитать. Лучше сразу покажу пример. Вот возьмем, например, какой-нибудь простой хитрый шрифт, напишем в фонд-фэмили Габриола, пусть будет Габриола, и увидим вот такой вот надпись шрифтом Габриола. А теперь сделаем хитрость. Допишем в тот же самый CSS еще одно объявление. Вот такую вот интересную штуку. фонд-фичур-сеттингс с префиксом MMS. Ну, допустим, мы в интернет-эксплорере пока. Про другие браузеры впереди будет разговор. И в качестве значения вот волшебное слово SS07. SS, да. И вдруг случится такая штука. Вот, собственно, вкратце, что такое эффект OpenType. Наш доклад закончен. Всем спасибо. На самом деле, чуть более подробно, что мы здесь сделали. Мы использовали, собственно, тот самый эффект OpenType, который вот написан в кавычках четырьмя буквами. SS07. В данном случае он назначает некоторые стеристические варианты. Опять же, подробнее расскажу через несколько минут. Чтобы разбудить, включить эффект OpenType, применяем свойства фонд-фичур-сеттингс. Какой конкретный эффект хотим, указываем вот с помощью его значения. Все эти значения состоят из четырех букв. Ну, так в OpenType положено. Их огромное количество. Они описаны подробно. В спецификации называются они все Layout Feature Tags официально. Вот, как я уже сказал, их великое множество. Полные списки можно найти по этим, например, адресам. Здесь приведены несколько самых приятных, как раз о которых я и буду рассказывать. Каждый из этих свойств, эффектов, позволяет разбудить какие-то интересные фишки шрифта, которых в нормальной жизни этот шрифт не показывает. И проявить эти фишки на веб-страницах. Надо сказать, что эти наборы тегов в документации Microsoft и Adobe слегка отличаются на 10 штук. Почему я так не понимаю? Ну, возможно, вы покопаетесь и поймете лучше. Ну, посмотрим для начала, какие же конкретные эффекты бывают. Хотя бы некоторые из них, которые имеет смысл применять. Вот, кое-кому известно капитель. Что такое капитель? Это такие буквы, которые по высоте похожи на строчные, по начертанию похожи на прописные. Еще их иногда называют малые прописные. Вот, собственно, можно видеть, в чем разница. В верхней строчке обычный текст с прописными строчными буквами. В нижней строчке тот же текст, только капителью, малыми прописными. Сразу хочу сказать, что это вообще вещь из латинской типографики. И там она имеет гораздо больше смысла. В русском языке так получилось, что почти все прописные буквы по начертанию такие же, как соответствующие строчные. Только там три с половиной буквы отличаются серьезно. Вот, поэтому капитель в русском языке выглядит, ну, как еще одни строчные фактически. И не достигает той выразительности, которая имеется в английском языке. В английском, наоборот, почти все прописные буквы отличаются по начертанию от соответствующих строчных. Поэтому там капитель — это такое полноценное, своеобразное выразительное начертание. Вот я сомневаюсь, насколько это стоит использовать в русском языке, но если есть любители, почему бы нет? Иногда может оказаться хорошо. Раньше браузеры еще умели отображать фальшивую капитель, которую делали механическим образом из прописных букв, уменьшая их, как-то сжимая и прочее. Обычно это происходит, когда мы задаем свойство фонд-вариант со значением small caps. Ну, вот это происходит некрасиво, делать так не надо. Буквы не сочетаются друг с другом по толщине штрихов, пропорциям. В общем, наш доклад называется «Здравствуй, красота» — это совсем не красота. Если уж зачем-то решили сделать капитель, то делать ее правильную, ну или не делать ее вообще. Как же сделать ее, собственно, с помощью эффектов open type? Я напоминаю, что свойство font-feature-settings, а значение его прежде всего smcp. Написали font-feature-settings, двоеточие smcp, и вот у нас стала та самая капитель, которую я показывал на предыдущем слайде. Обычная. Есть еще одно свойство — c2sc, small capitals from capitals. Официальное его название, которое делает капитель из прописных букв. Возникает вопрос, зачем может пригодиться делать капитель из прописных-то букв? Из срочных понятно, мы только что видели пример, из прописных на кой? Ну, опять же, прежде всего, в зарубежной типографике считается, что если у нас есть текст с большим количеством аббревиатур, то такое количество прописных букв посреди текста смотрится некрасиво, и хорошо бы сделать их вместо прописных капителю, и тогда они будут смотреться красивее. Ну, я в целом с этим мнением солидарен. Ну вот, если такое есть, задаем ему вот то самое c2sc, и у нас все прописные буквы внутри текста превращаются в капительные. Вроде бы красивше и веселее. Соответственно, капитель в OpenType. Тут уже возникает вопрос, какие вообще браузеры это поддерживают, все расскажу, расскажу, все, если успею. Следующий эффект OpenType. Интервалы между прописными буквами. Иногда есть любители писать большие объемы текстов сразу прописными буквами. Капсить даже на сайтах, особенно в каких-то навигациях. Но, по моему мнению, обычно так делать не надо. Но иногда может быть надо. Для этого в OpenType существует эффект CPSP, capital spacing. Собственно, если его применяете, у нас между прописными буквами происходит нормальный интервал. Дело в том, что обычно шрифт разрабатывается без учета того, чтобы им писали одними прописными. Нормально люди пишут строчными буквами, а прописные в начале предложения и прочее. Поэтому, если мы пишем одними прописными, как в первой строчке, это выглядит некрасиво. Буквы слишком тесно прижимаются друг к другу, и красоты не получается, потому что шрифт на это не рассчитан. Вот некоторые шрифты имеют эффект CPSP. Если его применить, то прописные буквы становятся разреженными, ну и как-то это красивее. Вот лучше, конечно, делать так, но еще лучше не писать одними прописными, только блондинки так пишут. Если по каким-то причинам OpenType нам недоступен, все эти замечательные эффекты, можно просто с помощью letter spacing как-то их друг от друга раздвигать, чтобы было то же самое. В любом случае стоит об этом задумываться, а то зашло недавно на сайт Эхо Москвы, я офигел, одними прописными, вся навигация, ну что, они обалдели там, что ли? А еще оппозиция. Следующий эффект. Лигатуры. Это вещь, которая тоже актуальна в английской типографике, но нам довольно часто приходится иметь дело с текстами с английскими словами, хотя бы там название фирмы Microsoft часто пишут английскими буквами. Так что полезно вспомнить про лигатуры, но понятно, что это такое. Традиционное сочетание букв превращается в такие слитые символы, чтобы, опять же, было красивее. Например, FI, FFL, ну и так, практически любые сочетания с буквой F имеют какие-то соответствующие лигатуры. Традиционно английской типографики этих лигатур много, вот наиболее употребительные из них. Как видите, из двух букв, из трех букв, в общем-то, довольно большое количество. Ну и текст с ними как-то смотрится приятнее, чем без них. Как этого добиваться с помощью эффектов OpenType? Ну тоже соответствующее свойство, из тех же четырех букв, называется лига и делает те самые лигатуры. Пишите фонд фитчер сеттингс лига, и у вас в тексте все сочетания букв типа там FI, FL, FFF начинают превращаться в лигатуры, что красивше. Есть еще одни лигатуры. Да, забыл сказать, что по умолчанию стандарты рекомендуют держать эти лигатуры изначально включенными. Firefox этому следует более-менее, Excel Explorer следует, Chrome не следует, Opera про лигатуры не знает. Кроме этого, есть еще так называемые дополнительные лигатуры. Это такие не очень стандартные, радиационные, но которые в принципе тоже бывают. Иногда их можно применять, иногда нет. Если вам кажется, что текст от них выиграет, можно еще включить эти самые discretionary лигатуры. И у вас некоторые другие сочетания символов тоже будут превращаться в такую красоту. Это чаще используются в каких-то художественных произведениях под старину или если очень хочется выпендриться. Обычно хватает стандартных лигатур на большинство случаев жизни. Вот два свойства. Лига для обычных лигатур, длиг для нетрадиционных. Если у нас нет этих свойств OpenType, они нам недоступны в старых каких-нибудь браузерах или в плохих шрифтах, можно извращаться разными способами. Например, в Unicode есть обычные символы, которые один символ отвечает сразу за готовую лигатуру. Например, вот эти и некоторые другие. Можно их вставлять. С ними возникают проблемы. Например, в этом примере я воспользуюсь таким способом. В слове Office вставил лигатуру FFE, ну и она выглядит как лигатура, красиво. Но в слове Microsoft, увы, нет в Unicode лигатуры FT. Вот нет. И таким способом вставить нельзя. Ну и как-то неконсистентно, когда в одном слове есть красивый лигатур, а в соседнем нет. Нехорошо. Иногда это бывает еще хуже. Вот я вставил тоже красивый символ, но шрифт оказался какой-то неприятный, браузер отобразил как-то вот так, подставив лигатуру из другого шрифта. Ну совсем ерунда получилась. И, наконец, чуть ли не еще чаще встречается такой случай. Когда браузер вообще не узнал этого символа. Поэтому, наверное, общая рекомендация, если полноценных лигатур вы сделать не можете, лучше не делать их вообще. Все равно никто не заметит. Следующий эффект OpenType, так называемые, ну, по крайней мере, я так перевел, стилистические варианты. Это что такое? Некоторые шрифты предлагают несколько вариантов для одного и того же символа. Это касается некоторых английских букв, например, J или Y, или еще какие-то. Ну и также некоторых символов. Вот, например, доллар или амперсант. Это включается с помощью свойства OpenType SALT. Это не соль, это просто такая получилась аббревиатура. S-A-L-T. Четыре буквы. У вас текст превращается вот. Знаки заменяются на соответствующие, как это сказать, замены. Иногда может оказаться красивше. Некоторые шрифты, наконец, предлагают целые наборы. Этих самых знаков, когда заменяются не отдельные знаки, а целые комплектные. Все русские буквы или все английские буквы. Это делается с помощью так называемых стилистических наборов. Тут существует от 1 до 20 свойств в разных шрифтах. Вот те самые SS01 и SS20, с которых мы начали этот пример. Особенно в том самом шрифте Габриола. Их 7 штук. Попробуйте по недосуге поэкспериментировать. Что нам покажет та же самая Габриола с русским шрифтом? Вот так называемые стилистические наборы. Чтобы как бы буквы те же самые, но какая-то другая их форма, конфигурация и прочее. Но, конечно, чтобы грамотно их применять, нужно хорошо знать о возможностях каждого конкретного шрифта, чего я боюсь здесь уже рассмотреть не успею. Дальше от букв перейдем к индексам. Ну, верхний и нижний. Тут все довольно просто. Чтобы сделать верхний надстрочный индекс, используется свойство subs, superscript. У нас делается надстрочный индекс. Хороший, полноценный. Вот, например, простая примитивная формула сокращенного умножения. Все ее помнят. Сделанная как раз с помощью того самого subs. Ну, выглядит достаточно красиво. То же самое подстрочный индекс subs. Ну, тоже никаких особых сюрпризов нет. Напоминаю, свойство font-feature-settings, значение его вот тот самый subs или subs. Получается соответствующий индекс. Куда его применять? Ну, если вдруг вы будете читать документацию, можно заметить, что кроме subs, там есть зачем-то еще один подстрочный индекс, который называется sinf scientific inferiors. И мало того, в некоторых шрифтах этот самый sinf работает, а subs нет. С чем это связано? Ну, есть некоторые тонкие идеологические различия, о которых спорят всякие типофилы на тайпофильских форумах. Но для чисто практических нужд можно прочитать, что это одно и то же. Подстрочный индекс. Просто вот так случилось, что есть два способа сделать одну и ту же вещь. Более подробно, опять же, почитайте те же самые форумы. Особенно, если вам действительно нужен какой-нибудь математический или научный набор. Если мы делаем индексы без эффектов open type, ну, тоже раньше применялись элементы sub и sub в html, они по умолчанию оформляются плохо, но тоже получаются буквы, которые там по стилю, внешнему виду не подходят к основному шрифту, там и толщина штрихов у них меняется, и как-то с пропорциями не так. В общем, лучше, конечно, так не делать, если, конечно, совсем не безысходно. Еще можно применять специальные символы, но, опять же, они есть только для избранных субов и субов. Например, вторая степень есть, специальный символ, третья степень есть, там восьмой нету. А, нет, восьмая, простите, есть. Не знаю, там буквы А нету, допустим, в верхнем индексе. Еще чего-то нету. Так что... Ну, впрочем, во многих случаях этого вполне хватает. Например, на нашем сайте мы имеем дело с квадратными метрами, а больше, в общем-то, верхних индексов и не используется. Поэтому мы спокойно используем символ Unicode B2 и не заморачиваемся на какой-то другой верхний индекс. Скажу несколько слов про цифры. Смысл все уже поняли, поэтому дальше скажу быстрее. Различают регистр цифр. Есть как бы обычные цифры, есть как бы цифры старого стиля, но чем они друг от друга отличаются? Вот можно посмотреть примеры. Старкие строчные цифры, кому-то нравятся. Видите, да? Чем отличается одно от другого? Мне, честно говоря, нравится не очень, но, может быть, имеет смысл. Опять же, больше характерно для зарубежной типографики, чем для нашей соответствующих свойств LNUM и ONUM. По умолчанию чаще всего LNUM. Кроме регистра цифры различаются шириной. Бывают цифры пропорциональные, PNUM, и моноширинные, или, как еще называется, табличные, TNUM. Ну вот в чем разница. TNUM справа все одинаковые ширины. Их удобно располагать в колонке друг под другом, если у вас какая-нибудь таблица с цифрами. А PNUM пропорциональные, наоборот, считается, что удобнее располагать в сплошном тексте, где нам не важно совместимость по высоте. Вот посмотрите на разницу. В первом случае никакой вертикальной совместимости нет. Во втором случае она хороша. Опять же, по умолчанию чаще всего работают моноширинные цифры, но можно включить пропорциональные с помощью свойства PNUM. OpenType позволяет нам делать дроби с помощью свойства FRAC. Обыкновенные дроби превращаются в такие довольно веселые. В некоторых шрифтах также можно делать вертикальные дроби с помощью свойства AFRK, но, к сожалению, в очень немногих шрифтах, типа по латину. Без эффектов OpenType приходится, опять же, как-то извращаться, либо использовать специальные символы, которые существуют далеко не для всех дробей, либо делать какие-то искусственные конструкции через тот же, допустим, SUB и SUB, ну или там вообще через CSS в общем случае. В качестве дробной черты мы используем дробную черту, но тогда тоже получается не очень красиво. Но, с другой стороны, если OpenType недоступна, дробь надо как-то показать, ну приходится что-то делать. Совсем ее не показывать мы никак не можем, что-то надо с этим сделать. Дроби. Есть такая вещь, как форма с учетом регистра. Что это такое? Ну вот посмотрите, свойства OpenType кейз. В первом случае без учета регистра. В втором случае, видите, кавычки, дефисы, скобки немножечко поднялись, так, чтобы по высоте больше соответствовать прописным, а не строчным цифрам. Особенно на дефисах это, пожалуй, заметно, но на остальных символах тоже. Действительно, если вы заключаете в эти символы всякие прописные буквы или цифры, лучше использовать этот кейз, чтобы они приподнялись и было красивше. Формы с учетом регистра чаще всего бывают у этих символов. Всякие тире, дефисы, кавычки, скобки, ну и у некоторых других. В OpenType есть еще куча разных эффектов, про которые я лучше сейчас не буду подробно рассказывать. Просто это к тому, что то, что я сейчас перечислю, это далеко не все. Только некоторые вершины айсберга, в айсберга и айсенберга. Ну и буквально пару слов о том, как же технически сделать это в CSS. Свойство font-feature-settings описано в стандарте CSS3, вот в этом вот месте. Позволяет нам задавать свойства, допустим, хотим сделать капитель, пишем font-feature-settings smcp, либо то же самое делает smcp пробел 1, либо то же самое слово on-ключевое. В общем, три синтаксиса делают одно и то же. А если мы хотим задать сразу несколько свойств, мы их просто перечитаем через запятую, каждое в отдельных кавычках. Например, здесь мы сделали пропорциональные цифры, penum, и одновременно с этим цифры прописные-строчные, onum. Оба эффекта применяются одновременно. Иногда бывает, что мы, наоборот, хотим отключить свойства. Например, те же лигатуры, допустим, нам не нужны, а по умолчанию они работают. Для этого пишем соответствующее свойство с цифрой 0, либо со специальным словом off. Одно и то же делает альтернативные синтаксисы. Ну и, наконец, некоторые эффекты open-type позволяют на один эффект навесить по нескольку штук. Про это подробнее почитайте в документации. Допустим, стилистических альтернатив может быть не одна, а там 2, 3, 4. Тогда соответствующим числом мы выбираем ту из них, которая нам нужна. Это поддерживает совсем счетное количество шрифтов. Здесь я привел это просто для примера, что вот там не только 0,1, но, в принципе, может быть и еще что-то. Что касается поддержки в браузерах. В Internet Explorer, начиная с 10-й версии, свойство font-fiture-settings работает, естественно, с MS-овским префиксом. В Firefox оно работает, начиная с 4-й версии. В Chrome оно работает как-то странно. Ну, то есть я как-то исследовал, убедился, что как-то раз на раз не приходится. А почему, я не понял. Наверное, нужны еще исследования. В Opera оно не работает. Ну, соответственно, чтобы работало в обеих упомянутых браузерах, мы пишем одно и то же. Есть еще небольшая тонкость. В Firefox требуется вот особый синтаксис, не такой, как в стандарте и в других браузерах. Там нужно писать со знаком равно и все в общих кавычках. Вот это Firefox. Постепенно закругляемся. Скажем, что в проекте CSS третьего для всех этих вещей есть отдельные специальные свойства, которые там не позволяют не использовать общие свойства font-fiture-settings, а на каждую фичу какое-то отдельное хитрое свойство CSS. В браузерах это пока не поддерживается, но, может быть, когда-нибудь будет поддерживаться. И, наконец, про поддержку в шрифтах. В Windows 7, Vista, эффекты OpenType поддерживались в перечисленных шрифтах. Ну, по крайней мере, большинство из них. Опять же, для большей конкретики лучше почитать документацию по отдельным шрифтам или посмотреть на эти шрифты в каких-нибудь полноценных шрифтовых программах, чтобы узнать, какие конкретные эффекты и как они поддерживают. Ну, вот это шрифты, в которых, в принципе, OpenType все это работает. В Windows 8 к этим шрифтам добавились еще вот эти. Теперь они тоже со всеми этими замечательными, красивыми фичами. После того, как я обо всем этом рассказал, возникает закономерный вопрос. Какая от всего этого польза? Если большинство пользователей интернета все равно этого не заметят и не оценят. Ну, наш доклад не зря называется «Здравствуй, красота». Я, честно говоря, думаю, что красота, она как-то, ну, не знаю, возвышает, что ли, и облагораживает, а все безобразно, уродливо и, наоборот, портит человеческую природу. Если человек наблюдает вокруг себя много чего-то некрасивого, он с большей вероятностью как-то портится, морально и нравственно будет это обманывать, мошенничать, вступать во всем известную партию, делать еще какие-то нехорошие вещи. И, наоборот, если человек наблюдает вокруг себя красоту, у него есть больше шансов воспитаться хорошим, порядочным, моральным, нравственным и культурным. И вот таких вещей не воспроизводить в своей жизни, на что я очень надеюсь и вам всем очень желаю. Вот, собственно, наверное, все. Вопросы. У нас есть пять минут на вопросы. Во-первых, спасибо за доклад. Это было действительно интересно. Во-вторых, при чем здесь красота? В общем-то, все фишки, которые ты описывал, они влияют напрямую на читабельность текста. А если текст читабелен, он лучше воспринимается. Таким образом, мы можем заставить пользователя делать то, что нам нужно, усвоить лучше какую-то информацию, лучше ее преподнести. Если информация читабельна, если хорошая в проекте типографика, он работает лучше. Это, вот это вот то, что вы описывали, для прогрессив-енчансмента, это просто шикарно. Возможно. Вопросы? Сейчас. Здравствуйте. Вот привели список шрифтов из Windows. А насколько вообще законно использовать эти шрифты на своем сайте? Ну, я, к счастью, не специалист по законам. Ну, я вообще сильно подозреваю, что в тех же Mac, в общем, примерно плюс-минус все то же самое. Вот, на самом деле на Macintosh даже больше заботится о типографике. Поэтому я подозреваю, что там больше шрифтов имеют все эти фичи. Ну, а там у кого и не Windows, и не Mac, ну, наверное, пусть они гордятся своей исключительностью. Касательно законности использования. Если у вас стоит операционная система Windows, то вы можете просто-напросто на своем сайте подключать, ну, указывать его как шрифт. Если он есть в системе, то он подхватится. И так как он уже есть в вашей оплаченной системе, то это будет абсолютно легально. А вот в качестве веб-фонта, увы и ах, вам придется его покупать. Можно вопросик? Правильно я понял, что все эффекты берутся только из шрифта и ничего не синтезируется на лету? Нет, это все, что заложено в самом шрифте его разработчиками. Окей. Ты не пробовал изготавливать аллигатуры синтетически, то есть там уменьшая, вставляя какие-нибудь супер-русские пробелы? Пробовал, получается некрасиво. Логично. Регистрозависимая пунктуация привязана к шрифту, к символам, рядом с которым она стоит? В некоторых шрифтах привязана, там есть контекстные замены соседних символов, но это такие совсем экстраординарные шрифты, типа полотина. Просто если я укажу всем скобкам, чтобы они сдвинулись наверх, для цифры капса, то по всему тексту это будет стремно. Ну, для цифры они сдвинутся, а вокруг обычных слов не сдвинутся. Не сдвинутся? Нет. Ага, то есть они констекстнозависимы? Да. Ага. И кавычки для ключей обязательны? Или… Что кавычки? Кавычки для ключей вот этих там… Стандарт говорит, что обязательны. Ок. Более подробно я, к сожалению, не исследовал. Спасибо. Есть хоть один бесплатный шрифт на том же Google Fonts, который поддерживает хоть одну няшку из перечисленных? Не знаю. Мне как-то до сих пор всю жизнь хватало шрифтов Windows. Но я думаю, что это как раз и хороший шанс вам провести самостоятельное исследование и доложить собственный доклад на эту тему. Я вот больше о красоте, а вы больше о технологии. Все, боюсь, у нас кончилось время. Спасибо большое, Ростислав. Спасибо за внимание.